Финансовые гуру – люди, которые учат вас, как делать деньги, как разбогатеть и вырваться из нищеты. Обычно они даже хуже вас разбираются в деньгах, создавая себе мнимую репутацию и фундамент из ничего. В этом видео мы разберем обратную сторону признанного гения и финансового гуру, который разорился несколько раз, но делает вид, что невероятно богат. Роберт Киосаки сейчас – это бесспорно главный знаток в мире денег. Богатый папа, бедный папа является одной из крупнейших в них финансовой ниши. Это библия для любого, кто пытается начать зарабатывать деньги. И Роберт Киосаки – человек, который написал эту книгу, смог построить свою репутацию в качестве проницательного гуру финансовых инвестиций. Его популярность взлетела, и книга достигла первого номера в чартах Амазон. Но в последнее время он всё чаще мелькает в видеоразоблачениях, как лицемер и обманщик. Эксперты в области зарабатывания денег обычно не подают заявление о банкротстве и тем, что имеют серьёзные долги. Но Киосаки настолько уникален, что теперь известен и тем, и другим. И даже с гордостью признаёт это. У него огромная история неудачных бизнесов, начиная с 1970-х годов. Его самое заметное банкротство произошло в 2012 году, когда его компания Ridge Global была обязана выплатить около 20 миллионов американской образовательной компании Learning Annex. Но компания Киосаки не смогла выполнить это обязательство и впоследствии подала заявление о банкротстве. А далее Learning Annex заключила соглашение с Киосаки, по которому он должен был предоставить им часть прибыли, полученной от его выступления и продвижения своей книги. Однако Киосаки взял назад своё обещание и пренебрёг выплатами. А совсем недавно, когда этот вопрос становился всё более актуальным, его подняли в интервью. И Киосаки сказал что-то вроде «Это не моя проблема, если я разоряюсь, то и банк разоряется». И как это может быть не его проблемой, если это становится проблемой для других людей, в частности налогоплательщиков, многие из которых с трудом сводят концы с концами, и большинство точно читали книгу «Богатый папа, бедный папа». То, что такие люди, как Киосаки, вылезают в долги и не в состоянии выплатить что должны, вызывает вопросы. Забавно, что совсем недавно Роберт Киосаки обвинил Гранта Кордона в мошенничестве. Кордон его прямой конкурент, но точно менее популярен, и суть обвинения заключалась в работе Гранта в сетевом маркетинге. В то же время Киосаки имеет тесные связи с МВА, американской компанией многоуровневого маркетинга, которая была названа мошеннической. И неудивительно, что вы никогда не услышите, чтобы Киосаки говорил об МВА или о своей истории работы с ней. Но что делает Киосаки таким плохим, так это то, что он настолько влиятелен и на протяжении многих лет вдохновлял новые поколения через свои семинары. Сейчас это основной его доход, а он занимается этим много лет. Первый семинар был бесплатным, второй стоил почти 500 баксов, а третий – целых 45 тысяч долларов. И эти семинары в значительной степени основаны на упомянутом бестселлере «Богатый папа, бедный папа», который буквально назван одной из самых глупых книг по финансовому консультированию, поскольку она содержит многочисленные фактические ошибки и ряд крайне неправдоподобных рассказов и событий, которые якобы произошли, но не были подтверждены. Для тех, кто не считал ее, «Богатый папа, бедный папа» – это история Киосаки о том, как он рос двумя отцами. Первый – его настоящий отец – бедный папа. Второй – отец его лучшего друга, которого он называл «богатым папой». Книга о том, как оба этих человека сформировали его взгляды на зарабатывание денег и как грамотно их инвестировать. Если на первый взгляд может показаться, что история реальна, то на самом деле «Богатого папы» никогда не было. Он был выдуман, но читатели заставили поверить в существование выдуманной истории, и Киосаки заработал. Это обеспечило Роберту чрезвычайно успешную жизнь. Книга продавалась, его популярность росла, и он даже выпустил несколько книг в соавторстве с Дональдом Трампом. Но время идет, и Роберт постоянно пытается найти новые способы оставаться актуальным. Несколько лет назад он пытался строить из себя криптоэксперта, призывая покупать крипту на все свободные деньги. А после шквала критики в свой адрес стал делать это реже. В последнее время он переключил волну и начал рассказывать о долгах, что у него миллиард долларов в долгах. Это было на подкасте с Джорджем Миллером, с которым он сейчас часто выступает. И он, как и Киосаки, был много раз замечен в продвижении сомнительных криптопроектов. Киосаки и Миллер успешно приводили молодых людей в криптопроекты, которые разорялись один за другим. Но в силу отсутствия регуляции в этом секторе, их невозможно обвинить в этом. Но именно криптоскамы сыграли с ними злую шутку. Разоренные люди не молчат и публично обвиняют Киосаки в своих потерях. Сегодня, в свои 76 лет, Роберт Киосаки чаще цитируется как мошенник с миллионными долгами. Несмотря на то, что в последние 30 лет о нем говорили как о главном эксперте в мире финансов. Роберт отлично играл роль, не раскрывая истинного положения дел своих бизнесов, пока не появилась крипта, которая стала его спасением однажды и погубила его в конечном итоге.